Добрый день, меня зовут Маргарита, добро пожаловать на мой канал и сегодня будет новое видео. Сегодня я вам расскажу очень важную новость, особенно для тех украинцев, которые сюда приехали после начала войны. Потому что в некоторых, во многих нет, но в некоторых регионах уже можно подать на помощь 400 евро для украинцев, у которых есть временная защита и которые не состоят на попечении никаких ни социальных, ни государственных организаций. Эту помощь ждут уже очень давно, потому что в августе месяце приняли закон, что будут выплачивать и все ждали, ждали, ждали. И наконец-то не прошло и много-много месяцев, как к концу года некоторые регионы уже начали принимать заявки, некоторые только собираются, некоторые вообще молчают. Поэтому сегодня я расскажу, в каких регионах уже начали, какие регионы собираются или по крайней мере что-то там думают и сообщают и по каким регионам совсем тихо. Итак, в трех регионах уже можно подавать заявление на эту помощь. Немножко вообще расскажу, в чем заключается эта помощь, кто не знает, кто только-только вообще приехал и еще вообще ничего не знает. Это помощь в 400 евро для взрослых и 100 евро на детей. Если в семье двое взрослых, например, и один ребенок, взрослые могут подать отдельно, то есть, например, мама подает отдельно, папа подает отдельно, но на ребенка получает только один родитель. То есть, нельзя, чтобы на ребенка 100 евро получила мама и 100 евро получил папа. Ну, то есть, например, двое взрослых, один ребенок получит 900 евро. 400, 400 и 100. Что вообще нужно? Нужно, чтобы у вас была временная защита и чтобы вы не жили и не были на обеспечении никаких вообще ни государственных, ни социальных организаций. То есть, жили, грубо говоря, за свой счет. И у вас нет средств к существованию. То есть, вам сложно жить, за свой счет у вас не хватает средств. Вот, поэтому и эта помощь именно для таких украинцев, причем не только украинцев, а всех, кто приехал из-за войны в Украине, в Испанию, и тоже другие национальности, которые проживали там, которые учились там, но получили в Испании временную защиту. Они тоже могут претендовать на эту помощь. Список документов практически идентичный во всех регионах, которые уже начали процесс приема заявления. Это самый основной документ ваш, паспорт. Обычно это первая страница, где ваша фотография, номер паспорта и как вас зовут. И сделать копию. Ну, если вы онлайн подаете, то, соответственно, сканировать. То есть, потом нужна прописка, соответственно, в каком регионе вы проживаете, в том регионе вы подаете на эту помощь. И не можете подать сначала в одной, потом переехать, прописаться и подать в другой. Это запрещено. Причем, когда вы анкету заполняете, вы прям даете согласие, и вы подтверждаете, что вы запрашиваете помощь именно в одном регионе. То есть, ни в каком другом регионе вы не запрашивали. И третье, это решение о временной защите. То есть не вот этот вот первый листик, который вам дали с номером НЕК, когда вы запросили, а именно решение, что вам дают временную защиту. Его можно скачать, это решение. Я оставлю ссылку, где можно заполнить все данные и скачать само решение. И заполнить, конечно же, все анкеты. То есть нужно заполнить анкеты. В разных регионах они разные. В некоторых регионах даже составленные анкеты на украинском есть, например, языке только. Или с переводом. Например, Мадрид и Каталония подготовились очень основательно. Очень подробно все расписали. Можно посмотреть и на украинском языке информацию, и на испанском. Можно подать онлайн, можно пойти непосредственно лично предоставить все документы. Ну, то есть вот эти два региона, которых можно подавать, подготовились прям так. Как хорошо и основательно. Молодцы, спасибо им за это. И в некоторых регионах тоже требуют документ с банка, номер счета с подписью. И что этот счет на ваше имя именно в испанском банке. Вот. Ну и сейчас я расскажу подробно по каждому региону, что и где и как. Итак, первый регион, который начал принимать заявки, который опубликовал об этой помощи, это Ля-Риоха. С 21 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года можно подать заявление. Список документов тот же самый, который я вам перечислила. Минимальный вообще совершенно. Можно подать онлайн, можно подать непосредственно в офисах. Я в конце этого видео вам покажу по каждому региону, который уже начал принимать заявки. То есть, как это происходит, где можно скачать заявление, где поставить всю информацию. То есть, по каждому региону вам покажу подробно. И чтобы вы имели представление, где вообще и как смотреть всю информацию. Так что досмотрите до конца. И вы сможете понять, как что заполнять и где вообще смотреть всю информацию. Следующий регион, который вслед за Лареха начал принимать заявки с 29 ноября, это Мадрид. С 29 ноября по 31 января, то есть практически буквально один месяц они дают на прием заявления. Учитывая, что в декабре очень много праздников, праздничных дней. Но они создали такую платформу, где можно заполнить все онлайн. Там в принципе все достаточно просто и ничего сложного нет. Список документов тот же самый. То есть все то же самое, это ваш документ, решение о временной защите, прописка, что вы прописаны в том или ином регионе и анкеты. Ну то есть как бы все очень просто. И еще очень важный момент, что очень много разных случаев. То есть не у всех так все гладко и вот все подходят под эти рамки. То есть есть какие-то немножко отклонения, есть немножко какие-то исключения. То есть все документы будут рассматриваться в индивидуальном порядке. И в каждом регионе прямо написано, что выплаты будут не по тому порядку, как были приняты заявления. А вообще могут рассматриваться, то есть например тут все подходит, все хорошо, хоп, ему заплатили. А будут рассматриваться, если например что-то там надо больше внимания уделить какой-то этой семье или этому человеку. То есть вполне возможно там нужно запросить другие документы, что-то непонятно. То есть могут запросить что-то еще. Еще что касается детей, потому что помощь дается на детей, соответственно прописка везде, во всех регионах. Прям так и сказано, что если ребенок на вашем обеспечении, то вы должны дать свою прописку взрослого. И отдельный документ, что вы проживаете с ребенком вдвоем. То есть на прописке должно стоять, то есть ваше имя и имя ребенка. То есть чтобы было видно, что ребенок проживает с вами и он находится на вашем обеспечении. И следующий регион, который уже начал принимать заявки с сегодняшнего дня, это Каталуния. То есть по Каталунии, Барселона, Тарагона, Лейда, Жирона можете уже подавать заявление. С 15 декабря по 31 января 2023 года. То есть полтора месяца у вас есть, чтобы подать заявку. Можно подавать тоже как онлайн, так и лично. В Каталунии заявление разработано и на испанском, и с переводом на украинский язык. Все понятно. Вообще ничего сложного нет. Список документов тоже минимальный. Все то же самое. Решение о временной защите, прописка. Причем прописка, если вы даете согласие, чтобы все документы проверялись в электронном виде, то прописку даже и не надо предоставлять, потому что они все будут смотреть. И вообще будут все проверяться, все, что вы поставите в анкете, потому что вы ставите, какие у вас доходы, есть ли вы работаете, есть ли у вас другие доходы. То есть все будет проверяться. Соответственно, будут проверяться здесь в Испании. То есть каким образом? По Сигуре Асоциаль. То есть там видно, что вы работаете или не работаете. И, соответственно, получаете ли вы какую-то помощь или какое-то пособие. Также в социальных каких-то организациях будут запросы делать. То есть получаете ли вы там какую-то помощь. То есть все это будет как бы рассматриваться, проверяться. И, соответственно, если вы где-то что-то получаете, то обязательно укажите. По трём регионам, которые уже начали, мы закончили. Ещё есть два региона, которые, по крайней мере, что-то начали говорить про эту помощь. Например, регион Мурсия. Я 1 декабря опубликовала сообщение, что они только 15 дней назад получили денежные средства. Поэтому они ещё ничего не разработали. Но я так думаю, что вот как начали эти регионы по чуть-чуть. Вот видите, с конце ноября два региона. Сейчас середина декабря Каталуния. Я думаю, что к концу этого года ещё должны какие-то регионы подтянуться. Ещё один регион Навара, они 7 декабря сообщили, что они уже разработали какой список документов. Они уже утвердили план подачи и как это всё будет происходить. То есть только им не хватает опубликовать это всё в официальном вестнике. И что в конце этого года, 2022 или в начале следующего, они начнут приём заявок. Ну то есть уже по крайней мере, хоть вот эти два региона, хоть чуть-чуть начали как-то шевелиться. Ещё очень один большой вопрос. А что если я работаю или у меня есть доход в 200 евро? Могу ли я претендовать? Да, можете. Потому что весь доход рассчитан на то, что вы не зарабатываете больше, чем ингрессу минимум в Италии. То есть это базовый доход. То есть там в зависимости, сколько у вас человек в семье, сколько у вас детей на обеспечение. То есть всё зависит по вот этой вот шкале. Поэтому и базовый доход минимальный, если я не ошибаюсь, по-моему 420 или 470 евро. Ну что-то в этих пределах на одного человека, это на одного взрослого. Вот. То есть если вы получаете меньше или ваш доход меньше, чем эта сумма, вы уже можете претендовать на эту помощь. Помощь. Вот. Поэтому в общем я уже вам всё рассказала по регионам. Я эту информацию смотрела 13-го числа, вот всю по регионам, 13-го числа во вторник. Если на момент моего видео выпуска, я его буду выпускать 15-го числа, какие-то регионы начнут уже что-то выплачивать, да, то есть я поставлю в комментариях, что такой-то вот регион тоже начал, да. Или может быть я что-то не увидела, потому что я уже там весь интернет перерыла по всем регионам, потому что это каждый регион выпускает, там ставит эту информацию. То есть я по каждому региону собирала вот эти все информацию, всю информацию. Поэтому если в каком-то регионе, правда, начали уже заявление подавать, или по крайней мере есть какая-то информация, и кто-то там находится, обязательно напишите в комментариях, чтобы люди знали, потому что это очень важно, и очень большое количество людей ждут эту помощь, и им реально она нужна, да. Вот, поэтому обязательно поставьте, если кто-то что-то ещё знает. Итак, и сейчас я вам покажу на, именно в, и сейчас я вам покажу наглядно, какие сайты, где посмотреть всю информацию, как подать, то есть подробно вам это всё расскажу по трем регионам. У меня уже открыты три ссылки на Ла Риоха, Мадрид и Каталония. Поэтому сегодня мы рассмотрим эти три региона подробно, какие документы, где можно подать, и что нужно делать. Итак, Ла Риоха. Ла Риоха уже есть сайт, здесь собрана вся информация. Смотрите, я сейчас всё-всё покажу. Здесь реквизиты, здесь расписаны, кто может, по каким законам, по каким ссылкам и так далее. Но я думаю, что более интересно, это документы. Какие документы нужно принести. Итак, первое, это решение о временной защите. То есть это не тот листочек, когда вы подавали на временную защиту, а именно нужно скачать решение. Дальше прописка в Ла Риоха, соответственно. И если вы подаете на детей, то, соответственно, и в прописке должно написано, что они проживают с вами. И в решении на временную защиту тоже должно быть вписано, что дети находятся именно с вами. И ты должна заполнить анкету, две анкеты. Модель ОДСОЛИСИТУТ и ФИЧА ДЕ АЛЬТА ДЕ ТЕРСЕРУС. Вот, поэтому по Ла Риоха, в принципе, ничего сложного. Здесь написано КОМОТРА МЕТАРЛО. Вы можете и онлайн сделать, и непосредственно в офисах. То есть заполнить эти анкеты, принести все документы. И здесь список, если вы нажимаете сюда, можно посмотреть список адресов, и куда вы можете подойти и принести документы. Также можно сделать онлайн. Чтобы сделать онлайн, нужно нажать сюда, ТРАМИТАР. И до какого числа? Здесь Ла Риоха, в принципе, до 31 мая 2023 года еще время достаточно. Ну, то есть вся информация здесь. Тоже оставлю все ссылки, все можете посмотреть и сделать. Если кому интересно, как именно подать онлайн, или как заполнить анкету по какому-то региону, пишите в комментариях, я тогда сниму отдельное видео, именно подробно, как заполнить все анкеты, куда что вставлять, куда что лучше писать. Ну, то есть всю информацию подробно все буду рассказывать. Если кому-то интересно, обязательно пишите. Если будет достаточно людей, то я, конечно, сниму отдельное видео. Так, Ла Риоха, я думаю, что здесь все понятно. Следующее – это Мадрид. По Мадриду здесь сделали так, что здесь все расписано, расписано и даже есть информация на украинском языке. Информацию про всю процедуру украинской мовы можно найти за посылением. И на украинской мове можем поделиться все, что заводно, всю информацию про всю допомогу. Здесь все, какие документы нужно принести. То же самое, решение про временную защиту. Дальше декларация, то есть это все заполняется отдельно, то есть это анкета, которую нужно заполнить. И в принципе здесь по Мадриду все, потому что все они это будут проверять. То есть они будут проверять номер документа, они будут проверять прописку, они будут проверять с Урена Социалити, если вы работаете. То есть все они будут проверять. Ну и, соответственно, анкета нужно будет заполнить. Ну и здесь заполняется все как бы в онлайн форме. Можно в принципе и не онлайн тоже, Но здесь все как бы очень легко и все продумано, и все есть на украинском языке, все расписано, куда заходить, как заполнять, поэтому вы спокойно можете подать. Мы нажимаем сюда трамитар и посмотрим, как вообще заполняется сама анкета. Здесь еще нужно добавить, что подача идет до 31 декабря 2022 года, то есть до конца этого года. Это обязательно имейте в виду, потому что в Лорехе аж до мая там еще много времени, а в Мадриде только до 31 декабря, поэтому смотрите внимательно. Можно и на испанском здесь все посмотреть, всю информацию, какие документы нужно принести, ну то есть все-все-все на испанском языке, и кто не понимает, вот даже сделали на украинском языке, все подробно. Что-то очень долго грузится, но еще раз трамитар, наверное, очень много людей заполняет эти формы. И здесь, если мы спустимся ниже, то можно посмотреть части запытания, то есть какие вопросы больше всего задают, здесь можно тоже посмотреть. И как записаться на прием, если вы не можете сделать онлайн, то есть все видите и на украинском языке, и на испанском языке. То есть в принципе Мадрид очень хорошо все продумала, чтобы было понятно, и чтобы каждый мог подать без никаких проблем. Так, пока думают, я перейду в другую и потом вернусь. И в Каталунии с 15 декабря, как я уже сказала, тоже можно подавать заявку на эту помощь. Это вот сайт, который сейчас мы рассмотрим, здесь расписана вся информация, кто может подавать, какие документы нужны и так далее. То есть документы, как я уже сказала, все минимальные, то есть паспорт, решение о временной защите, прописка и документ из банка. Что очень интересно, это то, что есть номер телефона, по которому можно позвонить, и тоже здесь есть на украинском языке. То есть attention to me in ukrainiano. Здесь вопросы, которые вам интересны, и здесь можно посмотреть preguntas frequentes in inglés и ukrainiano. То есть можно здесь прочитать, кому надают материальную допомогу, каким вымогом повинят повидать по переднюю зазначение условия и так далее. Вся информация, которая вам интересна, здесь можно все-все-все пересмотреть. Если мы пойдем опять снова на первую страничку, здесь уже можно перейти на подачу документов. И здесь будет более подробная информация. То есть как подать, кто может, и снова какие документы. Для того, чтобы подать, вот здесь на этой предыдущей страничке написано, нужно иметь онлайн, если подать, ID card mobile. То есть этот сертификат или электронный сертификат, или вот такой полосеньки. Здесь есть видео, как можно запросить этот сертификат и подать все онлайн. Если вы онлайн не можете, то можете спокойно подать в любом административном органе, прийти со всеми документами, с анкетами, с копиями, с оригиналами и подать все документы. Как видите, солиситар аюдо, здесь можно понять, нажать инисиар, и здесь опять расписано, когда с 15 декабря по 31 документы, какие нужны, реквизиты. Ну то есть вся-вся-вся информация здесь расписана. Если мы хотим подать лично, то нам нужно заполнить анкету. Вот здесь эта анкета. Как видите, здесь в Каталунии разработана анкета как на каталанском, так и на украинском языках. То есть все понятно. Имя, перше, призвище, друге, номер документа, паспорт, або документ, что посвящено сову, кількість неповнолітніх дітей на утримане. То есть все-все-все, адрес, телефон. Если кто-то вам заполняет не вы, а непосредственно кто-то другой, да, вас представляет ваши интересы, тоже все заполняется. Тоже вы даете согласие на то, чтобы в электронном вине проверили вашу прописку, то есть не нужно ее приносить. Да, тоже вы... Здесь вы подтверждаете, что у вас есть временная защита, что вы проживаете в Каталунии, что у вас доход не больше, чем ингресса минимума виталь, базовый доход, который я вам говорила. Видите, если это на одного человека 480, если это ребенок и взрослый 629 и так далее. Все-все-все расписано, все подробно на украинском языке. То есть все-все-все можете прочитать и подать, какие документы вы предоставили. Ну, в общем, так как это и все есть на украинском языке и на каталанском, все понятно, молодцы, спасибо большое им за это, потому что так человек может сам все заполнить, не нужно просить никакую помощь и сам подать все документы. Если мы онлайн, то это здесь. То есть нужно ту же самую анкету заполнить и отправить, прикрепить все документы сюда. Ну, то есть все достаточно легко, ничего сложного совершенно нет, все понятно. Еще раз повторюсь, если есть какие-то вопросы, спокойно можно звонить по телефону, который стоял в самом начале. Сейчас я вот хочу его найти. Вот 900-500-912. На украинском языке тоже отвечают. И вы можете задать все-все вопросы, которые вам интересны, и вам все расскажут и вам объяснят. Итак, подача документов по Мадриду. Мы переходим сюда. Здесь тоже расписано, что можно подать или онлайн, или здесь именно на сайте, или можно заполнить все формы, и все такой, все анкеты, и подать непосредственно в офисах. И если хотите подать онлайн, нажимаем Кумплиментар, и переходим сюда. Здесь нужно запомнить символы, которые здесь находятся, и Кумплиментар формулярия. И здесь это сама анкета, вы заполняете как бы онлайн, здесь все, то есть все ваши личные данные, где вы живете, если вы сами подаете, если у вас есть дети, адрес, телефон, здесь все информация, то есть это основные данные, потом какие-то специальные, потом документы должны будете прикрепить, и подать. То есть все, то есть это все вы там подписываете, все заполняете. Сейчас заполнять не буду, если еще раз повторюсь, кому интересно по Мадриду все, как заполнить, то есть я сяду, сниму отдельное видео, и расскажу, где что, куда нужно поставить, где что нужно заполнить. Поэтому кому интересно, пишите в комментариях, по какому региону вам интересно, и я тогда буду снимать отдельное видео, и все подробно рассказывать. На этом все, я надеюсь, информация для вас была очень полезна, и интересна. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите, я буду стараться отвечать. Если вам нужна какая-то, по какому-то региону, более подробная информация, как что заполнить, какие-то вопросы, нюансы, тоже пишите, или буду снимать отдельное видео, или буду по возможности отвечать, и помогать. Всем удачи, запрашивайте эту помощь, и я надеюсь, что всем-всем-всем, будет она выплачена. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня, и до скорых встреч!